Андрей Владимирович, добрый вечер. Да, что-то... Андрей Владимирович, добрый вечер. Привет. Да, Андрей Владимирович, ну что, главная тема дня – это расставание локомотива с Юрием Павловичем. И не столь на данный момент важна фигура Николича. Как вы отреагировали на расставание с Семеном? Ну, двояко как-то. С одной стороны, все понятно, что всему приходит конец. И, в принципе, у Павловича уже годы такие серьезные. Я думаю, ему самому, наверное, в первую очередь надо уже поберечься. Потому что так, как он отдается на поле игре и вообще в эмоциях, ну, я думаю, в принципе, уже все проблемы от нервов. Поэтому для самого, для него это, в первую очередь, мне кажется, лучшая ситуация. Хотя вряд ли, работая с другой командой, он будет меньше нервничать. Что касается локомотива, я не уверен, например, что для них это хаос решение, грамотное решение. Я думаю, просто очередной менеджер начнет менять надзористью, что он пришел туда навсегда. И выстраивает, видимо, какую-то структуру, в которой, ну, понятно, что такому зубру и такому гиганту российского фигура, как Семина, наверное, из-за большого авторитета, из-за большой весомости его слова, его мнения. Видимо, так. Андреалыч, спортивные, на ваш взгляд, основания для основания Семиным, какие, как вы их оцените? Опять же, ну, смотря с какой стороны смотреть, вы понимаете, если посмотреть с точки зрения владельца Спартака, то, наверное, фирмен поудачливый вещь. Если с точки зрения армейцев, то и не такие хорошие результаты. Ну, провалились в кубках, но провалились те в кубках. И не только Вакамакин провалился, такому, ну, как-то было бы неправильно это ставить в бину. То, что когда выигрывали чемпионат, много было судейских решений в пользу Вакамакина. И Сукина, сидящий на лавке, конечно, только подогревал эту тему. Ну, тоже очень спорно. Ну, доплыли, доплыли, выиграли, выиграли. В этом сезоне, ну, да, тоже выглядит не очень. И даже последний матч, который вроде победой завершился, но опять такой, не за счет класса, а за счет везения. Два рикошета и ворота не взлетел. В новых ворота не взлетел, а тоже в Путернике. Не знаю. Вот смотря как переворачивает. Потому что, понимаете, у любой монеты есть две большие стороны. Еще ребро. Если мы не будем говорить о том, как поставить на ребро, то можно любую сторону повернуть. И, с одной стороны, можно признать неплохими результатами, а с другой стороны, не очень хорошими. Андрей Владимирович, вот такая трактовка, да-да-да, такая трактовка, что, ну, есть две трактовки. Одна, что убрали символ, убрали и сам локомотив, а вторая трактовка, Семин сейчас наемный менеджер и руководство имеет право, которое ему платит зарплату. Какая вам трактовка ближе? Абсолютно правы. Я считаю, кто платит зарплату, кто отвечает, конечно, все эти вот результаты, и, скажем так, даже если руководство, но оно же перед теми, кто дает деньги в ответе, а на смысле не сильным, имеет полное право и вообще-то даже, ну, на мой взгляд, не обсуждается. Вопрос только в том, что после того, как это произошло, нужно дать результат, но если не такой же, но хотя бы похожий или приближенный к этому. А вот если произойдет там в течение, ну, пары лет, ну, тогда, конечно, будет вопрос, а зачем это нужно было? А вообще все эти эксперименты локомотива с этими югославами, ну, как-то не показывают того, что это правильный путь. Вы имеете в виду Муслина и Билича? Да, да. Решение по Семину принималось единогласно, и Семина удивило даже то, что против него проголосовал Валерий Филатов, его давние, вроде бы, сторонники-соранники еще по тем временам. Вы удивлены тем, что решение было принято единогласно? Я не знаю вообще структуры там, кто там принимает участие, как принимает участие, но мы сейчас живем в таком мире вообще, ну, в стране и везде, где могут доходчиво тем, кто поднимает руки, объяснить об их личной заинтересованности в любом вопросе. И не подними Филатов руку со своего, против своего старого друга, не исключено, что и он бы летом за ним пошел на выход. Мы же можем это предположить? Можем. Можем, ну, поэтому, кто бы как ни бил себя в группу, но я считаю, что все равно своя рубашка всегда ближе к телу, и человек должен думать в первую очередь о своей семье, о себе и о своем благополучии. И остальные вещи, они как бы уже вторичны, зависит от ситуации. Но если, конечно, там дружеские такие вещи, и своем о помощи, все, они должны проявляться в крайних ситуациях, там вокруг жизни и смерти, и все, и все, и все. Ну, а здесь нормальный путь и работе вопрос. Много лет работали, но вот сейчас получилось так. Я бы вообще, Валерия, вот в этом плане не обвинял и даже не смотрел косо в его сторону. Это, я говорю, при том, что я даже не знаю, там, ну, не кухня, вполне возможно, что даже не этим, а чем то другим было обосновано, и вот такое мнение. Ну, я считаю, просто делаются такие большие замены, если нет какого-то такого, знаете, неразрешимого конфликта, ну, например, как у нас практически с Романсовым получил, да, то надо понимать, кем вы заменяете этого человека. Все-таки Фермен, мне кажется, что Фермен для Локомотива, ну, наверное, больше даже с Романсовым для Спартака, вот, потому что, ну, в Спартаке было много ярких страниц, много ярких людей возглавливых, а Локомотив-то я кроме Ферменов, я, естественно, никого и назвать не могу. Вот, поэтому, как икона, по работам. Ну, такой, ну, ныне руководители там идут в поле. Вы сказали о том, что Кикнадзе, возможно, подумал, что он навсегда в Локомотиве, что имеете в виду? Ну, я просто вот несколько, я не слежу за жизнью Локомотива, но я так смотрю, он какие-то комментарии дает, какие-то решения принимает, ну, такие, прямо вот, как человек, которому кажется, что вот его позиция там вообще непоколебимая. Вот, я не знаю, ну, вполне возможно, но просто, на мой взгляд, так надо себя вести, когда хотя бы у тебя за спиной что-то есть, ну, хотя бы там Кубок, Золото, и все там, ну, какой-то, может, локальный успех там, зашел где-то даже, ну, не выиграл Кубок, не выиграл Золото, но банял второе место, или там из финалистов Кубка попал в Лигу Европы и дошел, ну, хотя бы до финала, ну, или, ну, кто-то ты показываешь. Пока что при Китнадзе-Вакомотив никаких теоретических трофеев не заводил, поэтому у меня есть вот такая его... Это хорошо, когда человек уверен, но уверенность, особенно вот в споре, я же так понимаю, что просто не нашлось у него, там, по танцам, кто по каким-то вещам, и когда ты выступаешь с позиции такого вот истинных последней инстанции, ну, надо за собой что-то иметь. Хотя бы то, что пришлось на стол искать, ну, вы знаете, но я тоже кое-что сумел сделать, поэтому давайте так. Может быть, у меня было меньше времени, у Павловича больше, но вот по своим, как бы, вот, в своем кратком промежутке я вот тоже считаю, что я могу выступить. Пока нет, кроме вот индульгенции, полученной свыше, и самоуверенности, ничего. Вы нынешнюю ситуацию сравнили со своей, с расставанием с Олегом Ивановичем тогда. В чем все-таки разница тогда была? Почему тогда вы не могли поступить иначе? Ну, у нас уже такое было, потому что мы уже понимали оба, что мы не можем просто жить вместе. И, в принципе, ну, на мой взгляд, я, опять же, я тему не люблю и не хочу выносить. И в тот момент было много сказано, и Олег Иванович, он, ну, лично выступил первый, он пошел там по каналам рассказывать. Он уже говорил о том, что нет другого решения, кроме того, которое было. И если бы даже некоторые говорили, что я его там как-то подготавливал под, отталкивал к этому, но на самом деле это не так, потому что в этой ситуации у меня было бы что-то, наверное, более весомое, чем Херметов, в котором я там, в котором пришлось договариваться буквально за один-за два дня. Вот. Поэтому я говорю, что здесь такого, вот, вот, такого быстро возгорающего, знаете, такого, не то что тлеющего конфликта, то есть не то что вот тлеющего, которые плеснули бензином, а здесь, ну, что-то они там, конечно, на странице просачиваются, про недовольство друг другом в локомотиве, но даже это сложно было нас под конфликтом, поэтому, не знаю, зачем, тем более, при этом не закончив в чемпионате, все это было делать. Это, наверное, так и странно. Не могу поднять. Ну, хотя бы доиграли бы уже потом. Ну да, ну то есть это может досвидетельствовать о том, что локомотив может быть уверен в том, что и чемпионат может быть не завершится. Не знаю, может быть, просто стали обсуждать перспективы на следующий уже сезон, понимая, что это, в принципе, ну, вряд ли удаст как-то серьезно куда-то выше пробвинуто с той игрой, которая есть. И, наверное, я так мельком пробежался до этого, что было там, какие трансферы заблокировался, кого хотел, кого ему не купили. И я думаю, что, видимо, какая-то такая жесткая позиция и на это трансферное окно, вот это основная ткань. Ну, ведь у нас вообще в основном все склоки почти в богатых клубах и из-за того, из-за того, кто будет распоряжаться выделенными на трансфердинге. Самая мутная тема, самая непонятная, самая такая сложно проверяемая, поэтому кто около этой мутной воды не в этом стоит, кто-то и коронит. Ну, то есть, что, как бы Семин мешал проводить трансферы, в этом была проблема, на ваш гад? Потому что сейчас господин Мещеряков и председатель Совета Виталий говорит о том, что на кого там никаких ярлыков ни Семин мешал, ни новое руководство не хотелось. Я думаю, просто, видимо, было какое-то разночтение, скорее всего, как мне кажется. И каждый в этом разночтении, наверное, подозревал в другую сторону, в каком-то, наверное, в корысти или в каком-то, ну, вот, так сказать, в какой-то потаенной еще ситуации. Вот этих игроков, тебе говорят, нет, мы их покупать не будем, мы должны этих купить. И вот они сталкиваются между собой, каждый думает, ааа, он там точно что-то там где-то имеет. Тот думает, ааа, они мне этих не берут, потому что они там. И вот это вот, знаете, взаимные претензии, незевание, видимо, как-то понять друг друга, ну, привели к тому, что такое решение принято. Но я повторю, что, в принципе, если есть такая ситуация, если есть конфликт с нанятым человеком, на сегодняшний день все именно эта единица структурно нанятая, те, кто дают деньги, те и правят балом, и абсолютно прави это сделать, я считаю, что можно претензии только определять в случае, если они не смогут, ну, как-то вот, даже если не выиграть, ну, по крайней мере, команда должна показывать, если команда будет показывать игру, сопоставимую стойкость, которую сейчас показывают, ну, ничего страшного. Вот знаете, какое было опасение, что локомотивские болельщики восстанут, как-то они будут вот возмущаться, клуб это не испугало, и, по сути, клуб оказался прав, вот если у меня было неподалеку от стадиона локомотив, там, мимо еду, там, не болельщиков, ну, то есть никакого возмущения нет публичного, в интернете написали, но и все-таки все. Слушайте, ну, всегда есть какая-то определенная небольшая часть этих деснующихся, как я это называю, бабулинов, им все равно попробуют кричать и скакать, отставка, сегодня наоборот, контракт, то есть людям нужен повод просто, и куда вытряснуть эмоции. Уверяюсь, что больше 90% нормальных болельщиков, при том, что я говорю, сохранится хотя бы такая же хорошая игра, ее локомотив будет в время в лидерах и все время бороться за трофеи, каких-то так гиперагрессивных действий высказывать не было, тем более, что вообще локомотив более-менее у них болельщики такие, на мой взгляд, более интеллигентные, более уравновешенные у других. Но я говорю, если мы вот не берем вот эту вот, у каждой команды единица, такое небольшое стадо, которое, безумцев, мы их отодвигаем, а отберем основную другую массу, ну вот там, мне кажется, они как-то более спокойные, более разумные. Что вы знали о Николиче, когда появилась информация, ну так, если в Википедию не заглядывать? Честно говоря, ничего. А когда изучили? Я с трудом понимаю нашу вот такую тягость. Я, конечно, ну, есть иногда, вроде как, братья по крови, славяне, особенно, и что касается сербов, прямо, ну, там, если наш шпархоз на Балканах, все понятно, но если мы уберем эти эмоциональные вещи, там, православие, все остальные, ну, как-то вот все эксперименты, даже, ну, я их буду всех объединять в одну, корватов, югославов, ну, югославов, корватов, и все, ну, как-то они, вроде что-то есть, вроде что-то показывают, да, тот же, боже, еще что-то, но, никто ничего не выиграл, на мой, я не могу, я, конечно, могу заблуждаться, но, по-моему, никто, да, из них у нас, не помню, я вот не помню, этот, корватку с локомотивом выиграл кубок, Вильич? Вильич, да. Нет, что-то супер, что тренеры супер, что сборные играют хорошо, но, то ли у нас, они, как сказать, наша же ментальность, и сразу испаряется вся эта европейская, более-менее структурированная такое мышление и отношение к делу, и они так и становятся практически русскими, то ли, ну, не знаю, я вообще споним к тому, что все вот это последнее событие, где-то, наверное, 10-15, показывает, что иностранцы для нас вообще не панацеи, лучше искать на нашем постсоветском пространстве какого-то грамотного тренера и открывать своих, давать им возможность, давать им возможность ошибаться, напевать шишки, набираться опыта, но двигаться дальше, ну, как история, там, Гончелевка, например, в ССК, или история с Карпиным, еще более показательная, где, при ужасном старте, ну, вот сейчас, знаете, при моем то время отношении к нему, и я сейчас вынужден признать, что на самом деле это один из лучших наших тренеров, ну, по крайней мере, в своем разу, подростном, на седминке. Вот, поэтому я думаю, что лучше вот таким ребятам давать возможность проявлять себя и чем притаскивать каких-то непонятных людей, которые что там потратят полгода, минимум на то, чтобы понять нашу ментальность, и если хорошо, если это еще, ну, все какие-то, скажем, назовем их территориях советского влияния, где хоть как-то еще могут говорить по-русски, а если это не таковые, то еще и человеку нужно, как минимум, вот, чтобы хоть научиться понимать, где лево, где право, где вперед, где назад, элементарный, хотя бы 20-3-й клуб, поэтому... Вы, вот, если, ну, понятно, что специфики, может быть, для вас не знакомы этого клуба, но все-таки, если не Николич, вы бы какую кандидатуру из россиян, может быть, предложили, может быть, из системы клуба? Ну, я бы попытался либо у Ростова украсть Карпина, либо взял Бердыев. Вот клуб, располагающий такими серьезными деньгами, вполне может себе и первый, и второй вариант. Может быть, в силу всяких перетрубаций ЦСКА уточнить можно было попробовать и Гончаренко. по крайней мере, я бы вот среди этих троих, наверное, как-то вот пытался найти кандидатуру из них, но поскольку Бердыев свободен, ну, скорее всего, наверное, и Бердыева и Братьев. Вы удел? Точно, наверное, очень свободен, поэтому Бердыев, ну, и Бердыев, конечно, он такой, ну, тяжелый в восприятии, в общении, то есть, тут надо быть готовым. А, видимо, минижний руководство, командир, нам же не очень склонен к такой вот, знаете, взаимопониманческой, по-русски, оборот, взаимопониманческой, или как-то взаимопониманческой. Ну, в общем, плане, хотя с любым из них, Яган-Черенка, не так, не знаю, но думаю, что с Карпаном тоже, говорят, получилось, особенно с Канзином. Вы удивлены, то, что не стал Пашини на эту должность претендовать Ласьков, вот что-то в этом смысле. Ну, я думаю, ребята здравы, и отдаю себе те, что они, не работая с командой, ну, хотя бы уровнем, чуть-чуть ниже, чем Лакоматик, не имея опыта работать как главные тренеры, но точно бы не справились и, скорее всего, похоронили для себя. Я думаю, это была ситуация, даже не один из 10, а один из 20 случаев, что они были, у них бы получилось. Все-таки думаю, что прежде чем восхвалять топ-клуб, надо хотя бы какой-то поработать год-два с клубом, но который борется за выживание и находится там между 10-й и 16-й позицией. Вы не исключаете, что вот такой прогноз может стать жизненным, что пройдет, ну, я не знаю, полгода максимум и Юрий Павлович вернется в Черкизово победителем? Я не уверен, что он к этому времени вообще будет нуждаться в работе. Если я правильно помню, я, конечно, пою, не понял, за с кем из ребят в Украине, они сказали, что, ну, это перепроверь, я, что Павлович показал после Лобановского в Синево, если бы, конечно, не этот дурдом между нашими иностранными, я думаю, что, конечно, на Украину могли позвать, но и потом не забывайте, что сейчас хорошие деньги может предложить и Казахстан, хорошие деньги может предложить и Казахстан такому тренеру, поэтому я не думаю, что он останется без, что он будет не востребован. Опять же, я не помню, у моего нет тренера в Черки, да? Нет, в Ахмате есть и Гер Шалеков. А, Шалеков, напомню, что где-то там нужно, да, и вот пересел в Черкизе и у нас есть клубы, у которых есть деньги, которым нужен вот такой вот человек-создатель. Поэтому я думаю, что полгода пройдут, а Павыч не вернется в силу того, что будет просто связан уже с другим новым контрактом. Понял. Андрей Владимирович, спасибо большое. Не за что. Спасибо, счастливо. Счастливо.